И уже все готовы принять участие в том вечере, который нам предстоит сегодня с вами прочувствовать. Прочувствовать своей душой, прочувствовать памятью, прочувствовать жизнью, своей жизнью и жизнью тех людей, ради кого мы сегодня с вами здесь собрались. А я напоминаю вам, что сегодня у нас сороковая встреча. Сороковая встреча на острове песни. Да, быстро летит время. И надо сказать, что за эти сорок встреч ни одной еще нашей четверковой встречи не прошло скучно или грустно. И сегодня мы решили вот эти сороковины отметить своеобразным образом. Сегодня мы отдаем память истокам поэзии нашей республики. И сегодня самый главный герой, которому мы будем говорить и петь, это поэт, основатель казахской поэзии, казахской литературы Ильяс Джон Сугуров. Которые будут оценивать и нести в свое слово ответа, насказанное на этой сцене. И для того, чтобы представить вам, членов жюри, я хотела бы представить и мою правую руку. Я очень волнуюсь, поэтому у меня много сегодня повторов в словах, простите. Свою правую руку Фатиму Джандосову. Поприветствуйте ее. Ну а поскольку у нас, секундочку еще, Фатима, поскольку у нас сегодня вечер поэзии Ильяса Джон Сугурова, а фамилия Джандосовых, это прямая родственная фамилия Джон Сугуровых, Поэтому сегодня вдвойне почетный вечер, потому что сегодня у нас здесь собрались действительно очень высокие, великие люди. Люди, которые имеют отношение к нашему герою сегодняшнего дня. Итак, Фатима, тебе слово. Спасибо, Светлана. Как всегда, очень приятно находиться на острове Песни, ощущать эту великолепную атмосферу. Я надеюсь, что те, кто сегодня впервые здесь, прочувствуют ее благодаря хозяйке Светлане Волковой. Она сегодня не только хозяйка, но и участник нашего вечера. Мы еще будем счастливы увидеть и услышать ее произведение. Она очень продуктивно проучаствовала в нашем конкурсе. Спасибо ей большое. Кроме того, перед тем, как представить членов жюри, Я хотела бы обратить внимание на нашу заднюю сцену. Значит, компания «Исследовательский центр САНЖ» и компания «Глопер» предоставили нам небольшие призы для победителей этого конкурса. Поэтому, как бы, обязательное отступление, которое я хотела вот сделать. Да, месяц назад, ну, чуть больше месяца, мы объявили внезапно родившуюся такую идею, что давайте проведем для популяризации имени Илья Саджинсу Горова, для популяризации его стихов, произведений, действительно великих произведений, которые, к сожалению, известны большинству именно в казахском звучании. Вот. И чтобы оживить его имя, воскресить, еще раз обратить на него внимание, мы проводим этот конкурс. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в нем, как музыкант или как поэт-переводчик. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Большое имя искусств, постановщик голоса, театрального мастерства и так далее. Очень известный человек. И, наконец, Ильфа Ильясовна Джандосова Джонсу Горова, моя мама. Она тоже дочь Ильяса Джонсу Горова. Так что, пожалуйста, если у вас есть книжки, можете подходить, видим Ильяса получить автограф. Все. Были какие места, я не знаю, первое, второе, третье, четвертое, неважно. Вы все уже в моем сердце. Спасибо вам большое. Я, безусловно, присоединяюсь к тому, что сказала моя сестра. Ну, вы помните, когда маэстро из фильма «Бой идут, а старики» сказал такие слова. «Все приходящая музыка вечная». Ну и другие, можно вспомнить про музыку. Вот наш отец, очень хорошо, что вы придумали вот это самое, и делаете вот это самое. Он, по сути говоря, бард. Потому что вот музыка для него это была тоже, ну, например, значит, такие кюи, то есть это такие поэмы, как кю-ща, ну, даже тот же плаге, потом кюи, значит. Их невозможно было бы сочинить, если бы он вот душой, конечно, он не был профессионалом, музыкантом, но у него душой и вся его поэзия проникнута музыкой. Вот Алтайский, вот такой, значит, поэт русский, значит, он так и писал, что вся поэзия Ильяса проникнута вот этим. Собственно, музыка и поэзия... Сергей Германсов. Первая имминация музыка на стихи Ильяса Джонсу Гурова. Песня на стихи Ильяса Джонсу Гурова. Сергей Германсов. Не стесняйтесь сегодня поддерживать аплодисменты для конкурсантов, потому что действительно они выдерживают своеобразные песня. Я с великим удовольствием работал над песнями на стихи Ильяса Джонсу Гурова. Ну, что получилось, то получилось. Песня на стихи Ильяса Джонсу Гурова. 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 Спокойствие твоё, земля моя, летящая сквозь сердце, Эго и страхи стелются луга, и не понять, где кровь светёт, где маки, Я притрочу голову, к силюшатого злого ангамака. Тяжёлый меч продолжит раздавал, короткий взмах, удар и враг повержен. Я азиат, я сын с небе и боль, страхом непримирим, с друзьями нежен. Эль ярость первозданная моя, лети вперёд и в том воде, и в гиге, Бросай меня в горячие края, где спрещены сердцами чипяки. Закрупкая я брошу вражью шон, с горячим плечем пронесусь, как ветер, Когда клинок искристый обнажён, дымится кровью клятва на рассвете. Закрупкая я брошу вражью шон, с горячим плечем пронесусь, как ветер, Когда клинок искристый обнажён, дымится кровь клятву, клятву, клятву. Детя, горы и лето, округлое с бочком, Попустись до рассвета, до первых ветерков. Как пояс великана, на талии хребтов, Лежит кольцо тумана и дымных облаков, Детя, горы и лето, округлое с бочком, Попустись до рассвета, до первых ветерков. Детя, горы и лето, округлое с бочком, Попустись до рассвета, до первых ветерков. А в облачках ты в рове С высокой грудью стал Так будто сдвинул брови В души от сакал Детя с горе и летом А кукла я с бачком Поспи здесь до рассвета До первых ветерков Поспи здесь до рассвета До первых ветерков До первых ветерков До первых ветерков А с тебя не кружится умер там Ветер бьет в невидимый барабан Ветер, ветер Ты меня над людьми Над бетоном и ржавостью воними Мне не зря прошло твое На руке Мы с тобой обрустимся вдалеке Там высоко не солнечный смолт и небес Там страна высокая Трай чудес Молочами снился мне столько раз Люди там сердечные Люди там сердечные Встретят нас Протяну я Руку им свой черед Ты засвистал Ветер Десись вперед Нас против чудес Ждет привал Я на много лет тебя оседовал Над степями кружится ураган Ветер бьет в невидимый барабан Над степями кружится ураган Ветер бьет в невидимый барабан Ветер бьет в невидимый барабан Сергей Германов Сергей Германов Сережа, я вас прошу Перечкина Хлопаем 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 Рассказать многое о написании Этой песне Оно вообще Настолько все случайно Произошло Песня была написана Ко дню республики В 2002 году Совершенно случайно Я открыла учебник Казахской литературы И вот прям Мне первая строчка Настолько понравилась Что я решила Придумать Мелодию А далее Уже в прошлом году На фестивале Левовый ветер Я тоже случайно Узнала Что Фатина Она является внучкой Джонса Гурова Очень интересно Ну, как говорится Случайности не бывает Песня Рассвет Засветлел Зари опал Тронул дальний край небес Брак рассеялся Пробал Блеск высоких звезд Л delightful Сверху Рассеял Сверху Горячей озвучь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 И каждый день, мгновения, как оттиски беззвучные. Зима. Земля твоя застывшая, укрыта снежным саваном, И ветром война крышами, как плач во время траура, Постылась в настроение, как плошка опустевшая. И каждый день, мгновения, безвидны, надоевшие. Летнее утро. Наступающий рассвет с ночью распрощался, И желаний больше нет, грустный вздох остался. Звонких песен птичья трель утро восхваляет, Неумолчно, как капель, ночь на день меняет. Еле виден диск луны, ветерок повеял, Звезды стали невидны, распахнулся веер К солнцу нежных лепестков на цветущих склонах, Приглашая мотыльков в хоровод влюбленных. И небесной синевой полнится озера, Лучик солнца золотой встретив над простором. И последнее. Мечта слепого мальчика. Как хочется сказать, что вижу ясный день, И звездный небосвод, луныний яркий блеск, Весенняя трава бросает в реку тень, Шумит среди степей, в туманной дымке лес. Прозрачные глаза озерной синевы Притягивают взгляд, как хочется сказать. Снежинок, хоровод, дождинки, где же вы? Как повезло тому, кто учится читать. Всевышний. Если б мог открыть глаза мои, На миг увидеть мир и снова в темноту, Я не хочу ни звезд, ни солнца, ни луны, Лишь мамино лицо, пред тем, как мрак уйдут. Спасибо большое, Владимир. Напоминаю, что у нас... Спасибо большое. Напомню перед тем, как представить Следующего участника конкурса, Что у нас проходит одновременно Конкурс зрительских симпатий. И если вы кому-то симпатизируете, Какому-то конкретному произведению, Пожалуйста, заполните вот эти вот листочки, Которые вы можете получить у Галины, Нашего администратора. И еще хочу сделать напоминание Нашему уважаемому жюри, Что оценивается не автор в целом, А именно каждое конкретно произведение. Хорошо? Вот. И сейчас разрешите мне представить Следующего участника. Это хозяйка этого замечательного острова песни Светлана Молкова. Самый продуктивный переводчик. Продуктивный в смысле и количество. Я осмелилась, Поскольку все-таки мужская и женская поэзия Неоплечима, Но все-таки взяла на себя ответственность Просмотреть через призму своего внутреннего мира Поэзию Ильяса Джонсугурава. Первое стихотворение. Себе. Не вымолвивший истину язык Снедает мысль, И жаждая питая, Душа черствеет, Годы собирая, И скуп становится характер твой и дик. В букетах скорби, В тысячах печалей На самое себя, Как на врага взирая. Считая брата бедного убогим, Богатство хвалим, Обеднив себя. И вновь черствея, Плача и скорбя, Уже зарыв до радости дороги, Мы в колыбели истину качаем, Как нерожденное до времени дитя. Не пробуждая совесть ото сна, Мы отречемся и от Бога, И от веры. И жизнь потянется дорогой серой, Но вдруг обрадует журчание ручейка, И ты поймешь, Что в прожитых годах Была лишь совесть Неразменной мерой. Мечта слепого мальчика. Я когда-нибудь увижу Светлый до прищура день, Ночью сосчитаю звезды, На луне увижу тень, Я когда-нибудь приникну К брызгам голубой воды, И трави зеленые крикну, Здравствуй, мир мой, Это ты! Я сумею видеть море, Птиц в лесу, Зверей в степи, Я сумею видеть горе, Горе тех, кто праздность чтит, Я увижу танец снега, Капли хлюпающих луж, Я увижу, Только мне бы зрячий миг, А там пусть уж, Этот миг я свой потрачу Ни на небо, ни зарю, Я увижу ту, кем начат, Голову пред ней склоню, Всех милей она и краше, Кто со мной умела ждать, Верою Аллаха спасшая, Моя праведная мать. Пеленание ребенка Скорей, скорей, малыш мой ясноглазый, Я спеленаю тело твое белым, И уложу в узорчатую колыбельку, Как в домик твой о четырех поющих стенах, Скорей, скорей, птенец мой белокрылый, Я каждый пальчик твой пересчитаю, Как уточка у тебя там крылья, И белые ручки, я белые ручки перепеленаю, Скорей, 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 я ротик твой наполню, С лучами солнца сладкою водицы, Как жеребенка водит к водопою Степная необъезженная кобылица. Скорей, скорей, родной, Пусть доброй сказкой Твой сон наполнится, И пусть тепло приснится, Я утром поцелую твои глазки, Пусть тебе сладко, мой родимый, спится, Скорей, скорей, любимый мой малютка, Пусть сны тебя коснутся синий птицей, И бабочки твои улыбки будто Спешат цветам и травам поклониться, Скорей, скорей, мой ястреб яркоокий, Расти быстрей и будешь мне подмогой, Сил набирайся в снах и спи спокойно, Пусть будет верной твоя дорога, Скорей, скорей, милый мой малютка, Моя любовь, как ятаган, прекрасна, Постилку волчью постелю тебя, Но лютой не будет жизнь твоя, Расти пострелыш ясный, Скорей, скорей, учись всему, малыш мой, Все знания бери упорно, Будь настоящим гражданином, Джигитом своей родины достойным. АПЛОДИСМЕНТЫ Утро Ночь, зацепившись за края звезды, Вздохнула, загрустив о расставании, Но где-то на конце небесной глани Вставало утро, осветлив черты, С молитвы о трепетном свидании. С очерченного контура горы Уже сползали черные вуали, Кому они вернуться обещали, Быть может, свету утренние звезды Шли в темени, закидывая вдали. Уже пчела срывает шарик сока, Пострелыш серый в нору спрятал уши, И даже шаг мой в предрассветье глуше, И тихо ржет мой конь в траве высокой, Просясь и спут на волю, В жизни гущу. И слово начинается с рассвета. Вот маг раскрыл объятия соцветия, Вот уже утренний прохладный ветер Наполнил запахом проснувшееся лето, И пел с хозяйский двор свой медик. Осел кричит, овечки блеют, Нурбай собрал разбредшихся барашков, И конь хозяина, приветствуя заржавший, Все это будто утро зерна сеет В свет дня, а звезды дальше, дальше. Откинут полок юрты белый, Вот вышел бай, и он уже спешит От звезд величия немого неба Принять признание, которое согрела Молитва утренняя о Занши. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, молодежи! Рыдающим современника, Жизнь отдающим лени, По сути, ее пленником, Идти не хотящим сквозь тернии. Горячее сердце у молодости, Оно будоражит надежды, Оно трепыхается между зрелостью И неопытностью, как бабочка над огнем, Как тополь листву не родивший, Почувствовавший себя лишним На этом шаре земном. Но мудрость приходит с опытом В годах по дороге пройденной, Где сказанное почти шепотом Громко звучит в чреве родины. И мне повернется вспять Река, повелевшая плыть, И будет пшеница рожать, И в август волчица выть. И коли в руках есть молот, Куй, молодое счастье, Перекуешь и голод, и засуху, и ненастье, И перебори печали, Учись и учи другого, Откроются дальние дали, Но ближе узнаешь, как дорог Сад, что взрастил руками, Где знания его соки, И будет потомком память, И жизнь раздвинутся сроки, Уйдет беззаботность и ленность, Ты повелитель времени, Молодое мое поколение, Жаждущий современник. Мечта, как оседлать свою мечту, Подобно резвой кобылицы, Манящей изогнувшей круп, Мы жаждем жизнью насладиться, Но уходящий в степи день Раскрасит красками закаты, Успев мечту твою раздеть, Оставив нам седые даты, По беге молодой травы Сгибает леденящий ветер, Надрезом невзлетевших крыл Мечту уже с рожденья метят. Гони, юнец, смиренный дух, Пусть твой скакон К восходам рвется, Летящий конь о крыльях двух Твоей мечтою обернется. Летнее утро Ночь короткая ушла, Белый луч земли коснулся, Ковыля, седая шарь, Легким ветром сколыхнулась. Под аплодисменты крыл птиц, Проснувшихся от ветра, Будто занавес открыла Утро летнего рассвета. Затрещали безумолку В гомоне зовущих птиц Чеченицы и чечетки Среди сочных ягод ситца. Осветлился круг луны, Будто блин крахмальный стынет. Из-за гор пробился клин, В краске расцветил пустыню. Переполнились истомы В предвкушении тепла Голубых пиал, озера. Суетится мошкара, Вот-вот-вот восстанет солнце И осветится земля. Все на ней уже проснется В летнем начинании дня. Осеннему цветку Желтеет осенью цветок, Еще вчера дарившей радость, И стебля сладкий его сок Поит цветавшихся плеяды. Теперь живялый стал и тощ, И трепет лепестков унылых, Ласкает ветер ближних рощ, Из тела забирая силы. Осенняя моя печаль, Но взгляд чарует, Как и прежде, И в нем томящая надежда, И прошлого уже мне жаль. Но нет у осени порога, И даже в зимах Виден прок, Когда схоронится до срока Увядший осенью цветок. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Светлана. Желтка величина на своем деле. Я хочу пригласить Следующего участника Нашего конкурса Переводчиков стихов Ильяса Джонсугурова. И... Это был Олег Инфантиев. Не был, а есть он. Добрый вечер. Мне очень понравилось как поэт С такой легкостью И... На первый взгляд Очень просто, Но с глубоким смыслом Написал он здесь стихи. На синий цветок первое. Конечно, идите. Как обычно осенью Пожелтел цветок, Раскинув листья, Ты стоял, Была пора. Пчела и бабочка Любили пить твой сок, А где теперь Те комары и мошкара? Прохлада стебель Твоя охладила, Из упругого его Сделав вялым, Дуновение ветра Из рощи остыло, И без устали Тебя долго качало. Твоя тонкая шея, Брови в разлёт, Волос сверкающий взгляд Вдохновлял, Но нет ничего, Цветок не цветёт, Или просто поник, Или совсем запорал. Мучение природы Пустая морока, На четыре периода Делит дни года, И если покроешься Снегом жестокым, Жди лета цветок В тёплой нежной погоде. Знаете, я вот Осенний цветок Перевёл, Сделал два Разных текста, Ну, просто как бы Первый я постарался Сделать как можно ближе К подстрочнику, К этому тексту, Который был, А второй как-то уже Немножечко чего-то своего, Ну, через себя пронеся, Наверное. И вот этот второй, Наверное, в следующей номинации Там, когда будет Вот это вот По гитару, да, По-моему, да? А сейчас здесь я прочитаю Другое стихотворение, Которое девушкам посвящено. Тебе напрасными Слова мои покажутся, Когда не встретишь Ты своей мечты. Джигит прекрасный Внешний лишь окажется, То с ним Грустить и плакать Будешь ты. В любви тебе признаться Не задумался, Не вери ему, Солгал тебе джигит, А может, просто В чувствах он запутался, Но к сердцу Его путь тебе закрыт. А если искренне Тебе в нем Все понравится, Останься с ним, Не пожалеешь ты, Но если фальш И фарс У глаза бросаются, То жизнь не сложится, И выводы просты. Любимая моя, Ты вдруг услышала, Не обольщайся сразу, Приглядись. Бывает ложью Смысл слов возвышенных, Взмывая ввысь, Так больно падает вниз. А если вдруг В одном из своих сверстников Увидишь ты, Что он твоя судьба, Смирея девочка, Уверена и весела, За жизнь в любви Всегда идет борьба. Найди, возьми, Люби его и радуйся, С хорошим человеком В жизнь войди, И смысл жизни В этом весь И правда вся. Так много дней Еще прекрасных впереди. Спасибо, Олег. Мы надеемся еще Увидеть его В третьем нашем отделении, Когда будут представлены Именно опять Музыка на слова, На стихи, Игрессы, Джонс, И я хотела спросить, Пришел ли Евгений Барабанщиков, Который хотел тоже Участвовать в нашем конкурсе. Не пришел. Я знаю, что также Не смог сегодня прийти Александр Силин, Который тоже написал песню, У него мама заболела, И он позвонил, Извинился. Есть ли у кого-то еще Стихотворения, Именно переводы, Которые должны Прозвучать в этом отделении? Если нет, То тогда у нас осталось Еще два участника, Которые хотят представить Именно музыку На стихи Ильяса Джонсугорова, И я думаю, Что после небольшого перерыва Мы опять встретимся здесь, Да? Только действительно Небольшого перерыва, Давайте не будем затягивать его, И в течение этого перерыва Прозвучат песни Автора-исполнителя Из Алматы Александра Карева. Перерыв Спасибо Пожелкил в лесу цветок Как обычно в осени Все любили сладкий сок А теперь вот бросили Щедро ты друзей поил Комара и бабочку Ветер стебель охладил Утром с бонарадочкой Где твой детский яркий взгляд На ветру сверкающий Тонкий стан цветной наряд Литом привлекающий Не осталось и следа От того веселья За зимой придет весна Для цветов спасения Да немного потерпи Не грусти под снегом И наступят наши дни Жизнь начнем с победы АПЛОДИСМЕНТЫ И еще одно произведение Которое называется Соловей Белго кедрива песню Свою Соловей С переливами На пьяне под восторгом Я молча стоял и глотал Он мне душу ласкал Оборотами песни красивыми И желание запеть Вместе с ним Он во мне подождал Проявив силу воли Себя я уже еле сдерживал Ну а мысли мои Так шальные Вперед понеслись Тволь по венам кипела От пения этого нежного Захотелось позволить Такой-нибудь сердцу каприз Замирало вокруг все От песни Земля и вода и скот Я забылся совсем Где я есть Кто мой друг Кто я тут И не слышно воды И травы Соловей лишь один поет Я навеки твой раб Соловей Ты мой бог Ты мой суд Ну а он продолжал Эту песню То громко Она свистывая Но тихонько шептать Пропевая Внушительный звук И спустя минут Старты чай мне Свою он Приписывая Собирая меня В этот запнутый Сказочный круг Кто бросала меня В небеса Кто сквозь землю Таранила Я зажат Как боковый И сердце И кровь И душа Но я вспомнил тебя Ты одна Мои мысли Попрадила Я к тебе прибегу Присканчу Прилечу Воспешат Спасибо Это был Олег Инфанти Следующего участника В номинации Песня На стихе Ильяса Джонсу Гурова Имя Номинанта Анатолий Александрий Аплодисменты Аплодисменты Зацепила меня Сразу Может потому что Было сообразно С моим состоянием В этот момент Как сказала одна девушка Нет ничего случайного Я немножко изменил ритм Вот музыка Которая пришла Называется Обо мне я прошу молчить Ах и кривый ключ родничок Если встретишься Ей на пути На боеве Живую водой Обо мне же Прошу Молчи О веселые Солнечные лучи Освяти ее Обогрей Улыбнись И улыбкой моей Обо мне же Прошу Молчи И поскольку у нас Сейчас к этому моменту Выступили уже все Подавшие зарядки За исключением кто Тех кто не смог сегодня Приехать Я хотела бы Для зрителей Еще раз Перечислить Имена И фамилии Участников Нашего конкурса Ваша задача Заполнить свои Конкурсные Также конкурсные Ростовочки И сдать их Фатиме Итак В конкурсе Принимали участие В номинации Музыка На стихи Илья Саджинсу Гурова Сергей Германсов Сергей Пожалуйста Поднимите Чтобы вас Могли вспомнить Дрителю Вот Самый первый Наши В номинации Музыка На стихи Илья Саджинсу Гурова Приняла участие Наталья Федичкина Пожалуйста В номинации Перевод Принял участие Гопард Дусибаев В номинации Перевод Принял участие Владимир Болов В номинации Перевод Принял участие Олег Инфанте И он же Принял участие В номинации Не просто Музыка На стихи А именно Бардовская Песня Со стихами Илья Саджинсу Гурова Ну и конечно В номинации Перевод Приняла участие Светлана Волкова И в номинации Песня На стихи Илья Саджинсу Гурова Принял участие Анатолий Александрин Ну а пока Жюри Подсчитывает Итоги К сожалению К большому Нашему С вами Сожалению Моему Лично Сожалению Приняло Не так много Участников В этом Конкурсе Участие То В общем-то Мы решили оценивать Именно произведение А пока Жюри Подсчитывает Итоги Я предлагаю Некоторым Членам Жюри Выступить На этой сцене И В частности Пожалуйста Зайтуна Гдравина Ваши выступления С вашим стихотворением Еще раз напомню Это поэт Известный Она когда-то Приехала Из Ленинграда В Алмату И сейчас Вам прочтет Некоторые Ваши стихотворения Из своих стихотворений Поэзия Может быть Даже Мировой Вот я Как раз Читала Утром Сегодня Что он Переделывал Свою поэму Кулагер И так Достаточно Ну просто Сверкающую Алмазами Он ее Переделывал Но к сожалению Этот прекрасный Вариант Света не увидел Поскольку он Ну вы сами Знаете Трагически Погиб В 1938 году Его расстреляли Совместно Значит Вот Сакен Сейфулин Тоже С 1894 Года Рождения И Ильяс Жан Сугуров В общем Два орла Вот Такой Казахской Поэзии Были Расстреляны И У меня Вот есть Стихотворение Ну как бы Знаете Немножечко На эту тему Тему протеста А второе Я прочту Про Ленинград И закружусь Ад Это страх Хотя Это история Но мы ее Не должны Забывать Мне все Твердят Прости Прости И жгучий Гнев свой Отпусти А как Вы Можете Простить Расстрелянных В ночи Забыть Со Стукачами В мире Жить Да Вы Способны Любить Ему Отмщенье Он Воздаст Но не Забуду Мертвых Глаз Но не Забуду Горло Крик Вчерашний Юноша Старик Был Наши Наши Праздничен июльский день, свежо и ярко солнце светит, Страданий исчезает тень, и пришлой тучей не заметит Никто, склубятся облака, неба величественно катит, И радость льется коврика, за это счастье кто заплатит? Зато в стекляннейшей ночи бело и призрачные картины Над городом летят, как сны, безжизненные херувимы, Так сутью двойственной своей надежду даришь, сеешь гибель, Неизъяснимых чародей двух царственных миров обители. Спасибо. Спасибо большое. Я хотела бы спросить, если члены жюри хотят, может быть, куда-то уголиться, чтобы обсудить проблемы, или вы здесь готовы решить все? Потому что... А, хорошо. Стоят Ильясы Джунсугуров, сын Ильясы Джунсугурова, пожалуйста. Я хочу свое мнение сказать. Я тоже хочу сказать. Неудобно заклютим спиной сидеть. Вы знаете, конечно, вот я и шел сюда, думал, что здесь... Ну, я доволен, доволен целым вечером, что барды будут выступать. Вот, кстати говоря, два барда, вот Германсов и Инфантьев, мы выступили прекрасно. Вот я сидел, вот певец рядом, значит, оценка отличная обоим, потому что на уровне. Вот так, как мы любим слушать эти наши песни. Ну, это нисколько дней, так сказать, не умаляет достоинства переводчиков. Вот мы недавно были, вот, уважаемая Людмила Филипповна Варшавская, организовывала у себя вечер, посвященный нашему отцу и там. Уважаемый, очень хороший такой есть здесь у нас в Казахстане, значит, немец Геррид Бельгер. Он прекрасно говорит на казахском языке, прекрасно знает поэзию нашего отца. У него есть книга, посвященная отцу, где он с восхищением, значит, анализирует, он говорил прямо. Ильяса переводить невозможно, потому что у него есть своя специфика, глубоко такая казахская, значит, так. Вот. Но все же удается. Вот мы сегодня слышали хорошие переводы. Конечно, это не подстрочник. Подстрочник звучит совсем по-другому. Но хоть передается дух, вот эти вот самые, особенно вот эти, у Ильяса самые такие вот стихи, вот Жецу Корнстер называется, в виде Жецу. И потом Веремена года, почти по Чайковскому. Вот здесь декламировали нам прекрасно, значит, так. И вот эти переводчики, значит, так, мной лишь оценили, по высокой, значит, самой. И уже в целом всем спасибо. Всем, кто, конечно, тот, кто, может быть, чуть-чуть хуже, перевел. Он со временем, если будет, если увлечется Ильясом, как увлекся вот первым в Бельгии, значит, он дальше, наверное, его будет лучше переводить. А вообще сам Ильяс был тоже большой переводчик. Вот Евгений Онегин, значит, Мухтар Ауэзов, значит, покойный, значит, считал лучшим переводом вот этого самого, значит, вот этой нашей любимой поэзии, то есть поэмы Кушкина. Поэтому вот те оценки, которые вот мы выставили, значит, они, наверное, суммируются, конечно, значит, да. И, наверное, будет объективнее. Жюри очень мне понравился. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, вот мы вам сейчас дали грамоты, которые вы сейчас должны, посовещавшись, подписать, это Саят Ильясович, да. Вы, пожалуйста, посовещайтесь. Вам сколько минут надо, чтобы прийти к общему мнению, дорогие товарищи? В общем, у вас 15 минут. Достаточно? Вы, да, вы можете пройти, а мы пока хотим с моей сестрой Динар Алдебергеновой исполнить песню, которую, слова, которые написала наша сестра Динара, да. Вашему вниманию песня. Смерть не щадит того, кто любит жизнь, кто жить умеет от души и просто, кто без сомнений и вопросов всего себя смог людям посвятить. Я, не желая мир его тревожить, скажу отцу и плача, и скорбя, никто тебя нам заменить не сможет. Всегда нам будет не хватать тебя. И как в те страшные часы, что летом всех потрясли жестокостью к поэту, к поэту кранчу, стремясь несчастье отвезти последнее, останься и прости. А горы сдерживают чувств лавину цветущие, как твой садовый рай, повторят папе другу гражданину последнее спасибо и прощай. Ну вот. Алексей Игнатьев. Мне хотелось бы рассказать несколько слов вечеру. Действительно, очень и очень воодушевляет поэзия Игнатьева Бурова поразительно по какой степени можно раскрыть всю прелесть казахской природы, казахстанского именно ландшафта и отношения тоже человеческие поразительные. Очень бы хотелось, я к сожалению не знаю казахского языка, хотелось бы вникнуть именно в те моменты, которые то есть русским языком нельзя объяснить. Но к сожалению я надеюсь, что все-таки со временем выучить и познакомиться поближе. Читать подлинники. Спасибо. Песня, которая сейчас прозвучена достаточно свежая, недавно написана, называется «Заплута моё счастье». «Заплута моё счастье» среди тысячи дорог, чёрным ветром сквозь ненасти от меня его несёт по безлюдным закоулкам лабиринтами трущоб от задвинутых придурков до напущенных посох. Заблудилась в пересудах слишком длинных языков, в аллергиях и простудах в колыбельных сквозняков, в чердаках забитых ламом за них негативно в вещах, в тудном облаке дурма скулёв на пыщах. Потускнела, отвернулась, пряча слёзное лицо и обиженно свернулась в обручальное кольцо. И теперь с утра до ночи украшает чей-то перст и не верит мне больше в то, что было, в то, что есть. Только всё же существуя не твоим и не моим, счастье в тёплых поцелуях улыбается другим. Так быть, поверю снова в этот призрак бытия, отыскав свою подкову, начинаю жить с нуля. Так и быть, поверю снова в этот призрак бытия, отыскав свою подкову, начинаю жить с нуля. с нуля. Следующая песня называется «Дорожная связь». Оставьте время на любовь, оставьте время на любовь, пускай оно не торопливо располагается в квартире свинюшей и пауков. Раздвиньте шторы в час ночной, впустите небо в вашу спальню, и звезды загорятся сами, знакомясь с мужем и женой. И ничего, что этот мир не прост, и так далек, увы, от совершенства, доверьтесь действенному средству. Оставьте время на любовь. Достаточно всего трех слов, которым в мире все подвластно, так повторяйте их все честно. Оставьте время на любовь. В теле в и в благодарность вам и в утешение зажжется свет во тьме ночной не остановит век свое всхоженье. Оставьте время на любовь. Оставьте время на любовь. Алексей Играченко. Спасибо. Спасибо. Я вечно пропускаю, когда объявляю. Вы знаете одного из наших членов жюри, это Ларри Джандосова, и на ее школьные стихи мы с Мы с Мариной Абрайан сочинили песенку «Кораблик», наша музыка. И вот мой сынок, ему так полюбилась эта песенка, что он решил ее исполнить сегодня для вас. По зеленой волнах наш корабль бежит серебряный. Его сильные ветры бросают на славы прибрежные. Но бишь ждет где-то там нас, земля неизвестная. И поэтому нам не страшны даже силы небесные. Но бишь ждет где-то там нас, земля неизвестная. И поэтому нам не страшны даже силы небесные. Мы плывем через море, плывем через время с надеждою. Пусть далекая, пусть пустынная и безоснеженная. Пусть далекая, пусть пустынная и безоснеженная. Ей, наверное, трудно без нашей любви и нежности. И такая вот жизнь, кораллельная, вся в ожидании. Что вдали вдруг покажется наша, земля долгожданная. К ней прижаться щекой, а потом сказать на прощанье. Мы вернемся, ты только дожди, до свидания. К ней прижаться щекой, а потом сказать на прощанье. Мы вернемся, ты только дожди, до свидания. До свидания, до свидания, до свидания. Где рождается ветер, там, где вверх шумят. И на целой планете, на нашей планете, песнями... Это главный организатор выставки, кенжиэш, представители ТЭСы, регистрационная стойка. Так, привет, Валя. Ты еще? Мы идем сейчас на Крымбестон. У нас там есть маленькая вода, как он сказал. А, в Ярославка, да? Не знаю, может быть. Посмотри. А где это? Вот прямо. Вот и скажите. До пяти, по-моему. До пяти. Это наши онлайн-консультанты мерзнущие. Иди отдохни чуть-чуть. Хоть собираешь бумажки? Нет? Да, вкручка. Сейчас уже на смену вам будет. Что, нет жертвы? Вообще? Все берутки с концами. А, ну ты говори. Вообще, я собираюсь встать. Тихо. Это следующий зал. Тоже наш адрес. И вот наш стенд. Ира, что ты можешь сказать о выставке? Ну, выставка проходит очень успешно. Да, спасибо. Это у нас раздаточный материал. Онлайн-консультант. Вот такие вот зауреши сделала. Как их называют? Указатели. Вообще, стенд у нас очень хороший. Здесь вертится презентация. Стоит папоротник, который скрывает все вещи. Уважаемые участники, посетители выставки, как зал Экспо-2004. С 13 до 14 до 14 до 8 пройдут семинары, народные костейские бизнесы. Думаю, это можно слухать. Думаю, это мыслимо. Продолжение ствола, область этажа. Разная группа. Система. Так. Продолжение следует... Сейчас мы пройдем в круглый стол, здесь была регистрация. Поскольку потребительный слух был, не хотя бы этой информации донесен. И сейчас мы пригождаем Роша, Казахская ассоциация независимых консультантов и оценщиков. Роша, извините, пожалуйста, минуту. Буквально Габриэль Александрович хочет поделиться в круглый стол, но встречных и не хочет. И буквально... Во-первых, хотела всех поблагодарить за обращение криптере в обмен мнениями. Я хотел извиниться, что я должен уйти сейчас, потому что раньше. Одно я хотел отметить, что я здесь сидел тихо и очень с большим удовольствием следил за вашими обменениями. Я вначале, до встречи, я был достаточно большим скептиком, что нужна какая-то ассоциация консультантов. Я думаю, что какой-то клуб, который уже пока хватит, и пусть консультанты просто обменяются при таком уровне мнениями. Но я могу сказать, что вы, может быть, совсем у меня еще увидели, что такая ассоциация, особенно с международными связанными, что она уже с вами своевременная, но пока не у меня убедили, что уже об этом надо стоит серьезно говорить. Так что молодцы, могу сказать. Пожалуйста, дальше продолжите именно разговоры. Программа вас всегда ответит другим идеям, и в этом плане может связаться ассоциацией, если у вас есть какие-то предложения. Спасибо. До свидания. Спасибо большое за участие. Пожалуйста, на хорошее мнение. Айгуль, спасибо за доставленное слово. Начать хочу с твоего выступления в благодарности организаторам представки и данного нового стола. за то, что мы это все создали. Но вместе с благодарностью я бы хотела маленькую критику сказать. Сегодня каждый выступающий начинает свое выступление с фразы, а где потребительный услуг. Как ни странно, для отечественного консультанта сегодня потребительный услуг нет не только в этом зале. Венчик ворота стоит в Казахстане, да. Я объясню свою мысль. Дело в том, что когда вы организуете ваши выставки, ваши основные потребители – это крупные иностранные компании, крупные предприятия, то есть где-нибудь газовый сектор и так далее. То есть тот потребитель, который интересует сегодня отечественного консультанта, сегодня здесь не представлены. Почему? Потому что это малый, ну, извините, один, полюнирует, да. К сожалению, казахстанский консультант сегодня нужен предприятиям малого среднего бизнеса, средним производственным предприятиям, промышленным предприятиям. И я думаю, что они, как раз-таки, информированы о данной эстетике, вне были, скорее всего, так. Резюмение о нашем обсуждении. Пожалуйста, просто. Ну, поскольку мы с тобой жительские коллеги, все профессионалы, друг друга понимаем, да, мы с вами материально, она приходит одна к другому. И действительно, у всех одна сейчас фишка – это системные подходы. Замечательно. Мы занимаемся структурированием обычно, да. Я предлагаю так, как структурируют наши предложения. Это внешние проблемы, то есть это наши руки потребительные. И внутренние наши проблемы. То есть это методика, это качество, это развитие наших услуг. Тогда будет, мне кажется, достаточно четко, да. Кажется, видно, в этом направлении рассказывается. Я занимаюсь уже много лет. Я, в принципе, я тоже как консультант. И занимаюсь именно вопросами и методологией. Мне это очень близко. Но, естественно, надо кому-то предлагать. Поэтому и вопрос информации тоже надо затронуть. Мне кажется, это в аспекте развития. Поэтому я дала толчу, давайте дальше предлагать. Так, это было не одно вам предложение. Пожалуйста, одно вам предложение. Что вы считаете, как резюме данного урока стола, на сетей? Еще раз регистрационную карту приноси. Она пойдет для дальнейшего развития. Насколько я сейчас понимаю, других предложений, как только на базе дискуссионного клуба, мы пока не услышали. Поэтому нужно сейчас по ходу обсуждения. Пожалуйста. Извините. Я думаю, что сейчас, когда мы проговорим все это, мы можем запрещриться и закончить. Ваши лейтенки, конечно, теперь мы позволяют. А, да. Нет, это у нас не должно быть. Нет, это у нас не должно быть. Нет, это у нас всегда. Создается рабочая группа заинтересованных людей. Над этой схваткой стоит обязательно нейтральный человек. Вот я здесь нейтрального вижу только под редактора журнала. Я тоже нейтральный человек? Я не претендую на... А нейтральный человек, это вот либо журнал, либо Сергей Куржанов, как представитель власти, либо наука, в которой академик это сидит и не напишет. Все остальные абсолютно коммерческие люди. Нет, смотрите, мы можем ведь инициативной группой выступить. Совершенно верно. Пусть это будет инициативная группа. Я думаю, что осталась как такова инициативная группа, потому что все, кто как бы не хочет, он может просто... Нет, мнения должны прозвучать для председателя инициативной группы. Потом инициативная группа набирает все предложения, делает вариант, выносит его на обсуждение. Это самое разумное. Сейчас, получается, что мы... Да, вот нам надо... Да, да, да. Очень важно, Рушан Абайов сказал, кому мы это будем писать. За ним себе и на портал. Общественные документы, правительство, это реальный путь. У вас есть принадлежащие? Конечно, Север тоже, я думаю, он тоже получит эту резолюцию. Я повторяю еще раз. Мы сейчас, на протоколе, мы не можем прям как-то решить. Мы можем инициировать начало объединения, поскольку это проговорилось уже неоднократно, да? Если вы предлагаете председателю инициативной группы незаписимого, как вы говорите, это же кто-то должен... Мы планируем делать публикацию, чтобы вообще из-за консалдивных компаний, и потом, это будет отправная точка, что я буду долго знать. Потом я предлагаю делать какую-то аккредитацию. Когда я говорю о том, что я регулирую, я не люблю государство, я не люблю государство. Можно придумать аккредитацию. В американских вузах существует система аккредитации. Те, кто облидованы, те, соответственно, какие-то системы, они могут рассчитывать на такой или такой олицент в отношении своих клиентов. В отношении государства, я думаю, СМИ здесь может вполне приятно перекрывать и выступать на площадке. Предлагаем на журнал, щетки, перерывного, как это сделано. В отношении государства, я думаю, что нужно знать, что нужно делать в отношении государства. Та вот вопроса Александра Макитонского о том, что нужно объяснить, какой потенциальный эффект может быть для консаловных услуги. Можно его объяснить, можно делать кейсы, публиковать на сайте, в журнале. Пункт А, пункт Б. Консаловная компания ИЦ предлагает потребителю З какой-то, какой-то, какие-то ситуации, какое-то решение. И эффект может такой быть. Это и есть образование для нашего клиента. Это и есть и какая-то система стандартов для клиента, которому не делать потребителю. Программа базов делает эту процедуру. То есть мы в любом случае планировали ее публикацию. Мы сейчас участвуем в этой выставке. Как участники мы потратили деньги, купили этот стенд и в отношении всех партнеров на сайте компании. Поэтому мы и участвуем здесь. Поэтому мы и проводили это исследование, с которым мы уже дадим. Дальше. Дальше я прохожу. Да, спасибо. Может быть, я сейчас это просто скажу, то, что у нас прозвучало, и мы просто скажем, будем это мы отражать в резолюции или нет. Вы говорите о системе. Да, пожалуйста. О системе подхода. И поклон за то, что вы, так сказать, обратились к поэзии Ляса Джензу Гуру, за то, что, так сказать, это все равно, это клубица вас что-то есть. Хотя многие еще говорят, он был немножко с политически, советски, все это ерунда. Он был поэт, он был поэт, он был поэт своего времени. В сегодняшнем вечере и переводах мне чуть-чуть не хватало его мощных метафор. Понимаете, вот вершины белые сосали, как дети грудь небес, и потихоньку подрастали, как подрастает лес. Или земля России черная, густая, как бархат шелковистая меха, над ней облака, как птичьи стаи, и птичьи стаи, словно облака. Дожди прольются, как бурье на струи, а в другой редакции, в ленинградской, дожди поют светлые косы. Что это мне говорит, светлые косы? Понимаете? Или вы понимаете, вот такой перевод, Кузин нам карасе, Абая перевод. Ты зрачок глаз моих. Что для русского человека говорит, ты зрачок глаз. говорит, ну, ничего так говорят. А для казаха, Кузин нам карасе, ты сокровение души моей, какой-то вот, вот эта, квинтэссенция, понимаете, какая. И вот у, у Джансу Гурова, глядя, глядя, глаза озер, в ресницах, камышах. Большой, с огромными плечами, ты вырос в Гималайи. Но отчего ты так печален, скажи мне, Гималай, тебя бураны исхлестали, и ты от них устал, твои глаза слепыми стали, не от того, что стал. Понимаете? Чего-то сильно. Вот этого. Понимаете? И что я вот еще хочу сказать. Когда вот у Дуи Арабона спросили, как вы относитесь к тому, что перевели вашу поэзию на русский язык? Он говорит, это все хорошо, конечно. Но почему эти товарищи не приехали в Париж, не посидели в тех пестро, по тем улицам не походили, чтобы они проникнулись атмосферой. И вот что, мне кажется, ребята, вот есть у нас некоторая беда. Надо необычайно глубоко погружаться в поэзию поэта. Я имею в виду и во времени, в котором он жил, и где он родился, и кто он был, и поесть бешпармак, поесть ни ложкой, ни вилкой, а холдленд, понимаете? дам, понимаете? И чтоб в юбке посидеть, и чтоб когда над куполом, над шангарахом звезды, и вот это, там, бульон, там, ой, вот это, понимаете, вот это, вот это, вот это, вот это, обязательно должно присутствовать, да? Вот этого, немножко мне сегодня в переводах не хватало. Но все равно мне необычайно трогательно, что, так сказать, я вот недавно призываю в жюри пушкинских чтений, и мне очень понравились ребята, у них такие, не совсем интеллектуальные лица, там, малость лица всякие, там, но они читают Пушкина, хорошо, плохо, мы это победили, я так грамотный, хотя я им сказал, ребята, я искренне вам клянусь, я буду судить по совести, не буду своих подтягивать, но все равно они победили. Ну, и понимаете, так это тоже проводится, вот так. Вместо, как все, музыканты, и на стихи, награждается данной гранатой как победитель конкурса музыки на стихи Ильяса Жан-Сугурова за занятое первое место Сергей Германцев. Ура! Пожалуйста, Сергей, господин, Сергей. Другие, облако, да? Облако? Ветер, Ветер. А, ветер, да. Блежа, ну, какой свет, да, 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 кайф там был, вот, то, что я, так сказать. Обеспечили компанией исследовательский центр Санж и компания Глоту. Аплодируем нашу сцену. Конкурсов перевода стихов Ильяса Жан-Сугурова за занятое первое место Владимир Бобов. Спасибо вам большое. Мне кажется, на бенгерском даже лучше прозвучало. Спасибо. Спасибо. Как победитель конкурса перевода стихов Ильяса Жан-Сугурова за занятие второе место Светлана Волкова. Аплодируем нашу сцену. Очень симпатично. Но, Светочка, немножко как-то, вы понимаете, вообще по-женски. И вот, как победитель конкурса бардовской песни на стихи Ильяса Жан-Сугурова за занятие первого места Анатолий Александрин. Анатолий Александрин. Тебе немало. Поздравляю вас. Какие глаза у него голубые и красивые. Вот когда... Вот когда... А вот и Казахская стихотворение. Хорошо. Знаете, вот меня товарищ Пулан вдохновил прочесть Казахское стихотворение. Я просто не могу его не прочесть. Казахский чай называется. Ты пей казахский чай. Ведь это чудо, чудо. Заварка в нем крепка и густо молоко. Казах держал коней, баранов и верблюдов. И в этом была суть всей жизни для него. Казах по Божьим днем не расположен кушать. Он что-то мастерит или скачет по делам. Но наступает ночь, и он с семьей садится. И как всегда с гостями. Закруглый да стархан. После сорпы и мяса хозяйка разливается. Оранжевый, душистый, густой, свежайший чай. И вдруг протяжный звук пространство заполняет. А кым берет дамбру, как будто не взначально. И в песне его все. Борьба и боль и радость, легенда о гулом и перестук копыт, тоска и восхищенье. И этой жизни сладость. Прямо к небесам протяжный звук летит. Кизячный сладок дым, а без бармах награда. Казаху что всю жизнь качует на коне? Но лучше всего чай и стома, и услада, и отдых, и покой при звездах и луне. Спасибо большое. Я также очень хочу отметить двоих человек, которые сегодня пришли сюда и представили свои стихи. Это Габар Дусибаев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смой скромный подарочек. Спасибо огромное. И Наташа Мфеевичкина, которой я говорю огромное спасибо за то большое дело, которое она, конечно, объявляет в виду объявления всяких конкурсов. Пожалуйста. Еще здесь можно выбрать, не поменяйте. Здесь календарик у нас. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Большую, огромную благодарность и Светлане Волковой,